29 миллионов торговых точек смогут работать с биткоином, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Как мы уже знаем, с первой попытки взять 60 тысяч не удалось, но мы можем постучать в эти двери еще раз. Тогда его капитализация в моменте вырастет до 10 триллионов долларов, а примерная цена биткоина будет порядка 500 тысяч долларов. Рад приветствовать на канале Коинпост. Первый квартал 2021 года станет лучшим в истории биткоина, хоть шансы закрыть его выше 60 тысяч долларов улетучились буквально за несколько минут. Сегодня обсудим последние, действительно важные новости касательно криптовалют, а главной темой видео станет прогноз эфириум о достижении цены в 3,5 тысячи долларов. Так что не исключено, что именно сегодня альткоины можно купить гораздо дешевле, чем например через месяц. Кстати, Коинпост проводит конкурс 100 долларов на покупку криптовалюты. В описании видео находите ссылку, переходите по ней. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм и жмите на кнопку участвовать. Только тсс, если уже подписаны, тоже жмите участвовать. Скоро нас будет больше 100 не только на Ютуб, но и в Телеграм. Присоединяйтесь, мы начинаем. 60 тысяч. Очень красивая цифра. И было бы прекрасно закрыть март выше нее, но даже сейчас график биткоина рисует шестой зеленый месяц подряд. Последний раз такое количество зеленых свечей подряд на месячном графике было в 2013 году, а периодов больше шести месяцев роста биткоин еще не знал своей истории. Может поэтому многие и ждут, что вот в апреле-то точно будет откат. Посмотрим. На самом деле история вещь такая, что любят преподносить сюрпризы, не всегда приятные. Но все же давайте верить в лучшее. Подводя итоги прошлой недели, я говорил, что не жду от биткоина каких-то великих свершений на следующей неделе. И вижу цену в коридоре от 53 до 56, кажется. Вы если пропустили тот ролик, можете посмотреть и проверить, что я обещал. Там также есть интересный прогноз биткоина по 400 тысяч долларов от аналитика Bloomberg. Но карты испутала PayPal, а точнее агентство Reuters, которые сообщили, что PayPal вот-вот добавит платежи в криптовалютах. Они не соврали. Пресс-релиз в скором времени был опубликован, и теперь официально 29 миллионов торговых точек смогут работать с биткоином, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. После этих новостей большая часть нашего сообщества ждала штурм 60 тысяч долларов. Он почти случился днем следующего дня. Но кажется, что-то пошло не так. Рынок красиво уронили, почти нарисовав голову Барта Симпсона. Давно их, кстати, не было. А поддержку биткоин получил только на отметке в 56 тысяч 600 долларов. По 21-дневной скользящей средней и затем курс довольно быстро восстановился до 58 тысяч. Так что быки пока не собираются сдаваться, хоть их позиции и ликвидировали на 600 миллионов долларов. Если выбираете площадку для торговли биткоином и не хотите читать в твиттер извинения от Binance, что биржа снова легла из-за наплыва трейдеров, но средства безопасности, то обратите внимание на FIMEX. 8 выходцев из высшего менеджмента Morgan Stanley сделали выбор в пользу криптовалют и запустили действительно надежную торговую платформу. Все средства хранятся исключительно на холодных кошельках. Торговля как с плечом, так и без. Работает без остановок с момента запуска биржи. А по скорости обработок заявок FIMEX не уступает традиционным фондовым биржам. Я уже рассказывал вам об этой площадке, и если собрались торговать на ней, то я бы начал с телеграм-чата FIMEX. Там вы получите всю необходимую информацию касательно начала работы на платформе, и заодно пообщайтесь с коллегами по торговле криптовалютами. Атмосфера дружная, помогут быстро по всем вашим вопросам, и просто можно провести время с пользой, обсудив рынок биткоина. А еще у них до 2 апреля открыта регистрация на конкурс с NFT токеном за 100 тысяч долларов. Все ссылки сразу под видео. Переходите. Главным вопросом сейчас для всех, кто торгует или инвестирует в криптовалюты, остается, добрались ли мы до ценового пика, или еще есть потенциал дальнейшего роста. Свой ответ напишите в комментариях. А вот, что предлагает криптоаналитик план B. Его анализ на основании халвингов и модели Stock to Flow говорит о том, что цикл сейчас максимум на половине своего пути, и минимальная цель до его максимума равна 100 тысячам долларов за один биткоин. А еще на просторах твиттер можно найти вот такой прогноз, подтверждение бычьего креста для биткоина. Как мы уже знаем, с первой попытки взять 60 тысяч не удалось, но мы можем постучать в эти двери еще раз. Особенно, если будут подходящие новости. Появиться они могут в любой момент, ведь власти США рассматривают порядка 5 заявок на биткоин ETF. Крупные публичные компании вполне могут пойти по стопам Тесла, а банки и платежные сети все больше заходят в криптовалюты. Вот Visa уже осваивает платежи при помощи стейблкоинов. Если провести аналогию, то у нас уже сложен большой костер обильно, политый бензином, и мы просто ждем, пока кто-то бросит спичку. И главный аргумент за то, что у биткоина дела идут отлично, это отсутствие видимых причин для падения. Криптоиндустрия, наоборот, растет и набирает обороты. Перехожу к главной теме. Прогнозу эфириум по 3,5 тысячи долларов за монету. Такие цифры получил поклонник математики Бенджамин Коуэн. Поделился он ими на англоязычном канале Битбой Крипто, где более 700 тысяч подписчиков. И знаете что? Я уверен, что русскоязычное сообщество на самом деле не меньше, и планирую это доказать. Наша следующая цель – 200 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь сами и приводите друзей. Покажем, кто тут настоящие сторонники криптовалют. Прогноз начнем с обзора капитализации всего рынка криптовалют, по которой Бенджамин Коуэн предлагает нам рассмотреть следующий интересный график. На нем отмечены предыдущие пики рынка. И видно, что сейчас мы уже прошли стадию консолидации и вышли в зону перекупленности. Однако до максимального значения текущего цикла крипторынку еще предстоит пройти примерно половину пути. И если это произойдет, тогда его капитализация в моменте вырастет до 10 триллионов долларов, а примерная цена биткоина будет порядка 500 тысяч долларов. Бенджамин отмечает, что ему слабо верится в такие невероятные цифры. Он скорее готов поставить на биткоин по 100 тысяч долларов, может быть немного больше. А цель в 500 тысяч оставить уже для следующего цикла. Но тем не менее, его расчеты показывают, что 10 триллионов, пусть на пару дней во время взрыва альткоинов, при завершении текущего цикла, вполне возможны. Кстати, битбой крипто считает, что текущий цикл закончится в сентябре этого года. У него своя методика анализа, но эту дату я в свой календарь занес на всякий случай. И теперь переходим к эфириуму. По нему прогноз заметно скромнее, но зато ждать его выполнения меньше. Цена биткоина и эфириум во многом поддается одним и тем же математическим закономерностям. И сначала Бенджамин Кауэн показывает, что прирост биткоина от одного максимума цены к другому постоянно уменьшается. Это нисходящий тренд. Для эфириум можно построить аналогичный график. И согласно ему, сейчас цена движется в восходящем канале. А пик находится на уровне в 3,5 тысячи долларов. Бенджамин Кауэн и битбой крипто отмечают, что не верят во все эти разговоры, что какие-то новые проекты станут лучше эфириум и, так сказать, убьют его. Они согласны, что другие альткоины могут дать больше иксов. Но эфириум – это 100% игра в долгую, и его не стоит списывать со счетов, в том числе в плане сохранения второго места по капитализации криптовалют. Что вы думаете про эфириум? Он еще всем покажет? Или пора слезать с пьедестала? Оставляйте ваши комментарии и сбросьте этот ролик друзьям и знакомым, кто сидит в эфириум или думает прикупить или нет. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся.